Давайте поговорим о том, что Дух Святой — это личность. Здесь у меня есть одно такое важное замечание. Перед тем, как говорится свидетель Егова о том, что Дух Святой — это Бог, обязательно поговорите с ними о том, что Дух Святой — это личность. Потому что в ином случае все ваши аргументы пробадут даром. Они считают, что Дух Святой — это просто часть Бога Отца, и поэтому, естественно, как наша рука — это часть человека, так и Дух Святой, по их мнению, это часть Бога Отца. То есть, как бы мы говорим, тогда получается ни о чем. Обязательно сначала нужно показать им, что Дух Святой — это совершенно самостоятельная различимая личность в Вечной Троице. Что свидетели Егова говорят по поводу учения о Святом Духе? То, как в Библии используется выражение Святой Дух, показывает, что это управляемая сила, которой пользуется и Егова Бог для исполнения множества своих намерений. В какой-то степени эту силу можно уподобить электричеству. Из этого мы с вами и будем исходить. Свидетели Егова абсолютно уверены, что Дух Святой — это действующая сила и Егова Бога. Самое интересное, что даже книга Бытия, первая глава, второй стих, в их переводе звучит таким образом. «И Божья действующая сила носилась над поверхностью вод». Не совсем точная цитата, но идея такая. «Действующая сила Бога носилась туда-сюда над поверхностью вод». Возникает закономерный вопрос. Если свидетели Егова не признают Духа Святого личностью, почему они это не делают? Давайте с вами порассуждаем. Ангелы — это Духи и личности. Бесы — это Духи и личности. Сатана — это Дух и личность. Почему Дух Святой — единственный Дух, который личностью быть не может? Почему изо всех духов, которые в Библии упоминаются, единственный, кого они лишают право называться личностью и быть личностью — это Дух Святой? Ответ очень простой, потому что тогда у нас получается учение о Троице, а учение о Троице в точке зрения существовать не может. Какие аргументы свидетели Егова приводят в свою защиту, в свое оправдание? Давайте посмотрим на некоторые из этих аргументов. Во-первых, свидетели Егова говорят о том, что по отношению к Духу Святому в тексте Нового Завета используются местоимения и глаголы, и прилагательные среднего рода. То есть, о Духе Святом говорится «оно», «оно пошло», «оно сказало», «оно что-то сделал». Пишут они об этом следующим образом. Греческое слово «утешитель», «параклитос», относится к мужскому роду. Поэтому, когда Иисус упоминал о том, что будет делать утешитель, Он использовал личные местоимения мужского рода. Например, Иоанна 16 глава 7-8 стих. С другой стороны, когда для обозначения Духа используется греческое слово среднего рода — «пневмо», то в греческом языке при нем уместным образом используется местоимение среднего рода, что указывает на неудушевленность Духа. На самом деле, объяснение очень странное. Почему, когда с существительным мужского рода используется местоимение мужского рода, а с существительным среднего рода используется местоимение среднего рода, почему это должно что-то обозначать, кроме необходимой грамматической формы? То есть, стол — «он», кружка — «она», что-нибудь еще — «оно». Это совершенно закономерный факт, грамматика. И когда свидетели иеговы делают вывод, что это указывает на неодушевленность Духа, это на самом деле ставит нормального человека в тупик, откуда они это взяли. Более того, это утверждение просто неправильно, потому что род грамматически в разных языках понимается совершенно не одинаково. И если в русском языке все существительные среднего рода, они, как правило, неодушевленные, хотя тоже есть определенные оговорки. Например, слово «дитятко» — оно среднего рода. Но мы явно имеем в виду под ним одушевленную личность. Даже у нас это не всегда так. У нас, по крайней мере, многие слова среднего рода неодушевленные. Но в языках других, в том числе, например, в английском языке, там многие слова и местоимения, которые имеют средний род, на самом деле относятся к совершенно одушевленным существам. Например, в английском языке корабль всегда женского рода — «она», а младенец, например, всегда «оно», всегда среднего рода. Почему? Не знаю. Такие они странные люди — англичане, живущие в туманном алюбионе. В греческом языке все еще гораздо более серьезно. Там представление о роде очень сильно отличается и от нашего языка, и от английского. И, в общем, понятно, почему люди могут запутываться в этих вопросах. Например, в новозаветном греческом языке средний род имеют существительные ребенок, младенец, девочка, бесы и служебные духи, то есть ангелы. Причем все перечисленные явно являются личностью. Средний род существительного никогда и нигде не был указанием на недушевленность слов в греческом Новом Завете, на недушевленность того, о чем идет речь. Интересно, что в Откровении 22.16 сам Господь Иисус Христос называет себя потомком Давида, и слово потомок, генос, это слово среднего рода. То есть он говорит о себе и называет себя существительным среднего рода. Ничего в этом странного нет. Если вопрос святили-ягу связан не с родом существительного, а с родом среднего рода. Ситуация совершенно аналогичная. Местоимение среднего рода согласуется с существительным среднего рода. Младенец оно. Потому что в греческом языке слово младенец среднего рода. Существительное среднего рода – местоимение среднего рода. Никаких проблем не возникает. Вопрос, на самом деле, совершенно в другом. Почему, по крайней мере, в одном случае, в Евангелии от Иоанна, 16 главе, с 13 по 14 стих, местоимение мужского рода «он», в греческом языке «экейнос», употребляется применительно к духу истины. Хотя слово «дух» – пневма среднего рода. Удивительно, да? К существительному среднего рода употребляется местоимение мужского рода. Вопреки, собственно, грамматической структуре. И вопрос, который на самом деле надо задать – почему апостол Иоанн, вопреки тому, что требует грамматика, называет в данном случае Духа Святого «он». Вот это гораздо интереснее вопрос, чем все эти вопросы, которые свидетели Иегова задают безо всякого на то основания. Понятная идея, да? Средний род существительных местоимений не доказывает, что Дух Святой не является личностью. Еще один аргумент, который свидетели Иеговы постоянно используют – то, что Духа Святого постоянно сравнивают с неодушевленными предметами или называют, применяют к нему какие-то неодушевленные описания. Они говорят, в Библии в общем о Духе Святом говорится как о неодушевленном, как о неудушевленном. Например, проводится параллель между Святым Духом, водой и огнем. Матфея 3.11. Люди призываются исполняться Святым Духом вместо того, чтобы упиваться вином. Эфесянам 5.18. О них говорится, что они исполняются Святым Духом так же, как исполняются мудростью, верой и радостью. Деяния 6.3. А во втором Каримфанам 6.6 Святой Дух упоминают среди других качеств. Такие выражения не встречались бы так часто, если бы Святой Дух был личностью. Сами по себе все эти безличные характеристики вовсе не доказывают, что Святой Дух не является личностью. Потому что подобные выражения употребляются в Новом Завете по отношению и к Отцу и Сыну, и по отношению к людям. Что самое интересное. Например, 2 Тимофея 4.6. Апостол Павел пишет, я уже изливаюсь как жертвенное возлияние, и срок моего отшествия настал. Время моего отшествия настал. Павел сравнивает себя с свою жизнь с жертвенным возлиянием. Что касается параллели с неодушевленными предметами, то кто проводит между собой и ними больше параллель, чем Господь Иисус Христос? Он говорит, я есть дверь, я есть лоза, я есть хлеб, я есть скала и так далее. То есть, если уж кто и должен быть неодушевленным следуя этой логике, то сам Господь Иисус Христос. Более того, что самое интересное во многих случаях параллель, которая существует, если следовать принципам Святой Иеговы, проводится между Святым Духом и другой личностью. Например, давайте посмотрим Матфея, 18 глава, 20 стих. Матфея, 18 глава, 20 стих. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там я посреди них». Странно, наверное, не ту ссылку записал. Сейчас посмотрим другой отрывок, а это мы, наверное, вырежем, чтобы не мешало. 1 Петра 1, 2. «По предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа». То есть, Дух Святой ставится в один ряд с Отцом, Сыном и Святым Духом. В конце концов, у нас с вами есть еще Матфея, 28, 1, 20. Не 18, 20, конечно, 28, 20. Моя ошибка. «Крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». То, что свидетели Иеговы делают с этим стихом, когда они отрицают, что Святой Дух есть личность и Бог, превращает этот стих в фарс. Получается, что мы крестим людей во имя Бога, сотворенного Ангела и действующей силы Иеговы. Что само по себе? Нет, но это получается, логика такая. То есть, если Христос – Ангел, а Дух… Да, они пишут во имя Отца, Сына и Святого Духа, но толкуют его совершенно неправильно. Нам не безразлично современная церковь. И у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok